Александр Игоревич? Да, добрый день. Добрый день, коллеги. Добрый день, Рустан Ургалевич. Спасибо за... Добрый день, предприниматели. Спасибо за приглашение. Я там часть слышал и постараюсь там в рамках своего выступления на них ответить. Можно в следующий слайд, но на сегодняшний день там правительством было принято ряд мер. Их можно грубо разделить на финансовые и не финансовые меры поддержки. На сегодняшний день есть, по сути, четыре финансовые программы, которые уже работают. Это первая антикризисная. Она была запущена Банком России и корпорацией в прошлом году. Сейчас мы ее возобновили на короткий период. Параметры на экраны, но, что важно, там 28 отраслей и ставка конечная до 8,5%. Также есть программа стимулирования кредитования нашей совместно с Центральным банком, которая направлена только на инвестиционные цели. Лимит по этой программе 200 миллиардов рублей, и она уже начала работу. И там параметры следующие, что для средних компаний это до 13,5%, подчеркну до, потому что если есть гарантия поручительства корпораций, то процентная ставка ниже, для ряда заемщиков это еще ниже. И в том числе также для микро и малых это до 15%. Она в основном выдается на инвестиционные цели для порядка 30 крупных банков, для всех остальных мы не разграничиваем, мы также предлагаем ее использовать на оборотной цели. Программа деньги можно привлекать до 3 лет, и процентная ставка, вне зависимости от ключа, по ней меняться не будет. Также есть поиска оборотная, это годовое фондирование банков, это программа Центрального банка. Параметры с точки зрения процента ставки на ней похожи, но срок, до которого можно привлекать заемное финансирование, в год. Также правительство перезапустило программу 1764, чтобы снизить, собственно, стоимость льготного кредита для предпринимателей. Параметры похожи на те продукты, которые есть сейчас совместно с Центральным банком, это 13,5 и 15, соответственно. Получить кредиты можно по этой программе более чем 100 российских банков, в том числе есть и региональные банки Республики Татарстан, это Энергобанк, Акбарск, Банк Казани и Комкомбанк. При этом также широкий спектр банков, которые участвуют по программе нашей совместно с Центральным банком «Антикризисная» и «Инвестиционная». Про зонтики говорить не буду, мы там приняли, правительство приняло решение, что мы увеличим портфель рисков, чтобы больше предпринимателей могли получить кредиты льготные без минимальным залогов. Такая бюрократия между нами и банками. Но что важно, что предприниматель, если ему в том числе по льготным кредитам просят дополнительные залоги, просьба, там есть два механизма, механизм корпорации в лице зонтичных либо независимых гарантий и механизм региональных гарантийных организаций, которые в Республике также существуют. Мы еженедельно с 40 банками проводим оперативку, если у предпринимателей возникнут сложности, у нас есть соответствующий сервис, я в конце о нем скажу, для того, чтобы предприниматель мог нам об этом сказать. Можно следующий слайд про нефинансовые меры. Что важно, что правительство, что принят закон, который позволяет предпринимателю воспользоваться кредитными каникулами. Если он брал на развитие бизнеса инвестиционные или оборотные кредиты до 1 марта, срок рассрочки каникул может быть 6 месяцев и воспользоваться можно до 30 сентября. На сегодняшний день правительство определило перечень отраслей, это более 70 аквадов, по сути, каждый предприниматель вне зависимости от отрасли может воспользоваться этой мерой поддержки, этой отсрочкой. Для того, чтобы эти сделать, нужно просто обратиться в банк. Также, помимо всего прочего, принято решение о пролонгации до конца года проверок на плановые для малого и среднего бизнеса. Уже принят закон, как я сказал, о кредитных каникулах, и им можно и нужно пользоваться. Также, если есть сложности в коммуникации с банком, говорите нам об этом. Но для того, чтобы было проще вам, мы выстраиваем работу с банками через региональные гарантийные организации. Они есть и присутствуют в большинстве случаев в центрах мой бизнес, для того, чтобы вам было удобно и привычнее это делать. Если вам неудобно и вам нужен онлайн-механизм, это наш сервис, он также работает по режиме онлайн, чтобы вам никуда не ходить. Помимо всего прочего, для компаний, занимающихся созданием туристической инфраструктуры, обнулят НДС. Льготная ставка будет действовать 5 лет после ввода объекта в эксплуатацию или его реконструкцию. Напомню, что такой же механизм по НДС этого года работает для сферы общественного питания. И этот эксперимент также, собственно, стартанул с этого года. Кроме того, правительство продлило еще на 12 месяцев автоматом действия лицензии, которые истекли в 2021 году. Также была отменена отмена штрафов за неисполнение договоров и заведенных санкций. Это изменение по 223-й, 44-й закон. У нас отдельное совещание с крупнейшими заказчиками. В том числе от Торстана участвует Геллер, который представляет электронную торговую площадку. Мы там смотрим две вещи. Это помощь предзаказчикам в встраивании в цепочке тех, кого не хватает. И вторая часть – это какие требуются нормативные изменения для того, чтобы существующая ситуация была более гибкая, наверное, для заказчиков. Также ФНС приняло решение о приостановлении с 9 марта инициирования банкротства должников. И отдельная программа идет по поддержке системообразующих организаций. Она возобновляет действия адресные меры поддержки для системообразующих организаций, которые действовали в 2020 году в качестве антикриза. В постановлении, собственно, 6 марта председатель правительства подписал в перечень мер поддержки, доступных для системообразующих компаний, прошедших отбор на право, получается, включены госгранты, а также субсидии на возмещение затрат. Следующий слайд можно. У нас в первом чтении и готовиться ко второму чтению в ближайшее время будет рассмотрена наша поправка в СМИ на экономном развитии по изменению действия сущих кодексом административных правонарушений. Он касается, в первую очередь, четыре нормы, которые, на наш взгляд, работать должны в совокупности. Первое – это не штрафовать предпринимателя при проверке, а давать ему право исправиться, так сказать, право на ошибку. Второе – это снижаются штрафы для малого бизнеса в два раза до уровня плюс смотренных для АИП, если это касается юрлиц. Исключается двойная ответственность, когда одновременно штрафы накладываются и на должностные, и на юрлицо, и вводится принцип «одна проверка, одна санкция», чтобы штрафы за однотипные нарушения не суммировались в рамках одной проверки. Также готовятся, это не исчерпывающие меры, это первый пакет, который был так или иначе направлен на возможность либо привлечения инвестиционных средств. Что важно, у нас идет отдельная работа с регионами, я думаю, в ближайшее время ряд регионов это будет объявлен. Мы сторонники для того, чтобы в текущей ситуации две меры – федеральные и меры финансовые регионов – работали сообща для того, чтобы снизить нагрузку на региональные бюджеты, и это раз. Во-вторых, предприниматель смог привлекать инвест-кредиты по 7-8%. Это такая совместная программа корпорации регионов за счет существующего фондирования. Но забегать не буду, я думаю, в конце этой недели многие регионы объявят, поэтому все меры, которые я сказал за последние 2-3 недели приняты, но хочу повторить, это не значит, что это все меры поддержки, которые планируется принять, это лишь тот пакет, который я озвучил. И можно следующий, пожалуйста, слайд? Что важно, у нас там забегать не будут. Мы с цифровой платформой развиваем, и огромное спасибо Республике, которая стала активным участником этого процесса. Но что важно, на прошлой неделе мы запустили сервис, который позволяет, есть субсидия Минцифры и Airfreed, которая позволяет покупать отечественные посты 50% на скидку. Мы этот сервис сделали, объединили всех вендоров и вывели. Пожалуйста, пользуйтесь для того, чтобы сэкономить свои деньги. И к концу недели у нас будет выведен сервис по онлайн-получению финансирования под лизинг. Напомню, что лизинговые организации не поднимали свои процентные ставки, и 6% это для российского, и 8% для иностранного оборудования. За последнее время мы видим наплыв предпринимателей, и мы стараемся выдерживать сроки для того, чтобы они могли ими воспользоваться. Также со следующей недели мы совместно с двумя регионами, с шестью площадками запускаем сервис по промкооперации. Я сегодня слышал много вопросов про то, где взять, у кого поставить. Для этого мы сейчас формируем 4 блока, один из которых, собственно, агрегирует проверенных поставщиков из различных баз данных. Это в том числе, мы знаем, мы на прошлой неделе, когда разговаривали, Геллер выявил желание с нами затрудничать. Мы с огромным удовольствием татарских предпринимателей к этому тоже подключим. Но нам нужно немножко времени, чтобы в пятницу его запустить, потому что там можно найти тех, кто имеет маркировку, проверенную, как производственные предприниматели. Отдельный блок там будет по компаниям, которые занимаются сельхозкой, те, кто могут поставлять в сети. И третья вещь, большая работа с заказчиками по выращиванию. Там есть еще один блок, забегать о нем говорить не буду. К концу недели мы его запустим для того, чтобы предприниматели могли найти поставщика и посмотреть те базы, которые мы агрегировали, для того, чтобы выстраивать свои логистические цепочки. Более того, за счет того, что мы видим спрос со стороны крупнейших заказчиков, слышим о спросе наших коллег из ближайших СНГ, в том числе это будет с точки зрения спроса для того, что необходимо, выведено на платформе. Но повторюсь, на сегодняшний день сервис по покупке программного обеспечения с скидкой 50% в рамках программ «Реализуем Минцифры России» и Airfreed уже работает, порядка 300 компаний за прошлую неделю смогли это сделать. И последний слайд, будьте добры. Собственно, сейчас очень много мы видим, к нам поступает жало по поводу контрольно-надзорной деятельности. У нас эта работа налажена с прокуратурой Генеральной Российской Федерации, когда мы проверяем за счет моратория справедливости, скажем так, выхода контрольно-надзорных органов, много обращений по банкам. Большое количество обращений начинается по заказчикам, но за счет того, что директивы правительства вышли, ведется отдельная работа, собственно, с крупнейшими заказчиками. Поэтому, если у вас возникают вопросы, пожалуйста, пишите, говорите нам о них, мы будем их отрабатывать. Спасибо большое. Сколько можно ассоциаций говорить? 13-15% для малого бизнеса нереально. Надо как фонд развития производства от 3 до 5 максимум. Поэтому, если этого не будет, толку от этих кредитов не будет. Я вам точно говорю. Смотрите, и да, и нет. При текущей ключевой ставке можно рассуждать о 3-5%. Фонд развития промышленности действительно дает 5%, но за счет того, что просит банковские гарантии обеспечения и так далее, то эта сумма кратно увеличивается. Я повторюсь, что это те деньги, которые нам удалось с Центральным банком получить для того, чтобы те процессы, которые уже были запущены, не останавливались. При этом я также обратил внимание, что готовятся программы под 7-6%, но это совместно с регионами. Поэтому, наверное, неплохо иметь фондирование, которое твердо подтверждено, и неплохо концентрировать бюджеты для того, чтобы сэкономить под конечного предпринимателя. Потому что пока каждый регион выстраивает приоритизацию по-разному. Для нас наша программа выстроена под инвестиционные цели, и, соответственно, зависит от предмета и, собственно, что мы хотим с вами сделать. Многие регионы будут эти программы через консолидацию, через взаимоусиление доводить до 6%, до 7%, до 5%. Понятно, что хотелось бы ниже, и нам бы хотелось бы ниже, но с учетом текущей ключевой ставки, спасибо Центральному банку за то, что позволило хотя бы выделить такую сумму для предпринимателей. Благодарим вас за те меры, которые...